Ну что ж, ребят, всем привет, добро пожаловать И давайте начнем сегодняшний стрим, где мы с вами посмотрим на ремастер, обновленную версию Crysis Core Final Fantasy VII Который носит дополнительный подзаголовок Reunion, воссоединение Если вы играли в оригинальную Final Fantasy VII, вы можете вспомнить один момент, связанный с воссоединением Но вряд ли это относится к этому, конечно же Итак, спустя кучу лет, наконец-то эта игра появилась, можно сказать, на всех современных платформах Она получила, надеюсь, большее распространение, за счет чего смогут больше людей познакомиться Потому что я проходил ее не на оригинальном PSP, а на эмуляторе Последнее прохождение было недавно И как раз самое последнее прохождение, которое у нас было на стриме Мне игра зашла еще лучше, чем когда-то давно в первый раз Особенно это касается как раз-таки боевой системы, которая мне не всегда нравилась из-за рулетки Которая в левом верхнем углу всегда была Но вот сюжет, да, тут, конечно, хороший и особенно некоторые моменты Но я слишком забегаю вперед Давайте начнем сначала и посмотрим историю Зака С обновленным, так сказать, графоним Прежде чем начать Хотелось бы немного пройтись по одной базовой механике игры Это как раз-таки у нас, собственно, рулетки Однорукого бандита Чтобы не останавливаться потом в процессе игры И не читать туториалы, если кто-то не знает, как эта система работает Ну и плюс так, действительно, многие смогут понять сразу, что к чему И потом проблем, надеюсь, не возникнут Так что давайте я сейчас вам кратко объясню, как работает Если вы смотрите записи и вам это неинтересно Или уже знаете, как работает Можете выбрать тайм-код в комментариях, скорее всего Чтобы скипнуть сразу к сюжету Ну что ж, начнем, ребят Я подготовился Скриншотиками как раз-таки из-за ремейка Этого ремейка, ремастера Итак, система DNV Или Digital Mind Wave Ну, если бы пытаться перевести То цифровая волна сознания Нашего, собственно, главного героя Что это такое? Ну По лору игры, по сути, это эмоции И воспоминания нашего главного героя Зака Что появляются во время боя И по лору это происходит потому, что солдаты таким образом Взывают к своему старому опыту Полученному в результате там Разных встреч с персонажами Или другими, собственно, событиями И потом, собственно, этот опыт Как раз-таки они преобразовывают в силу и навык во время боя Ну и плюс это помогает им Покоиться, сосредоточиться, собраться, так сказать Это что касается лора Как, собственно, объясняют эту ДМВ ДМВ крутится за счет очков СП Которые вы можете увидеть Вот сверху У меня там 9700 Что расшифровывается как спинпоинт То есть очки вращения По лору игры Опять-таки Это Частицы макоэнергии Чистой макоэнергии Что накапливается в теле солдаты Одна крутка стоит 10 вот этих очков Так как барабан крутится сам Эти очки отнимаются всегда автоматически Когда делается новая крутка Если достигнут нуля Что очень сложно сделать в этой игре Ну, как минимум в оригинале так было Может в ремастере ремейке что-то изменилось Но в оригинале нужно было постараться дойти до нуля Так вот Если мы дойдем до нуля То, собственно, барабан остановится И перестанет крутиться Эти сп можно накапливать Побеждая врагов Или конвертируя материи Собственно, как раз-таки в эти сп Там у нас будет накапливаться ненужный материк Можно будет сконвертировать, например Плюс еще, если убивать много врагов Не получая урона То тоже, собственно, мы получим сп Причем, чем больше будем держаться Без получения урона Тем больше очков получим Вот Что еще? Есть еще статус проклятия Которая тоже может, кстати, остановить барабан Пока мы его не снимем Мы не сможем, собственно, использовать все преимущества Этой боевой системы А эта боевая система нам дает возможность Использовать лимиты Использовать кучу разных других вещей Призывы и так далее Дальше Как вы можете видеть На барабане у нас есть изображение персонажей Там еще могут появляться разные Саммонеры, существа А также есть отдельно и цифры Так вот Цифры и картинки Практически можно сказать, что Не зависит друг от друга За исключением одного момента К которому вернемся чуть позже Когда, собственно, два крайних изображения Собственно, слева и справа Совпадают Начинается так называемая Фаза модуляции И если посередине Во время этой фазы модуляции Выпадет то же изображение Что слева и справа То появится у нас возможность Запустить в ремастере Спецатаку На кнопке X Если что, в оригинале Они запускались автоматически За счет чего иногда Блин, ты там бьешь кролика Который уже умер И включается какая-то Супер-пупер-мегаатака Которая просто его уничтожает Например Выстрелом из вертолета К счастью Вот в ремастере Они дали возможность Включать это самому Оно выпадает Потом, собственно Эта кнопка сидит у нас на экране С правой стороны Потом со середины Убирается И можно ее активировать Когда нам нужно Это очень полезное изменение Вот, серьезно Слава богу Это раз Так, идем дальше Так, насчет того, что Да, начинается спецатака Если выпадает Три изображения одинаковых Уже сказали Что еще Так, а если цифры Во время боя Будут выпадать В определенном Порядке В определенной комбинации То наш главный герой Получит Определенный баф Этот список Есть там Где-то в игре Его можно посмотреть При желании Вот, например Если выпадает Семерка первая Остальные две цифры Не важны То вот Стоимость API, например Активируется Чтобы Не отнималась Короче Нулевая Нулевая стоимость Это очень полезная вещь Дальше Однако Если во время Фазы модуляции Собственно Изображения Слева и справа У нас Выпадают Одинаковые Если во время Собственно Этой фазы Модуляции Выпадает Определенные Комбинации Цифр То мы можем Тоже получить Какие-нибудь Бонусы Например Вот Чтобы повысить Себе уровень В этой игре Помимо того Что нужно накопить Опыт Который мы Никогда не можем Увидеть Нужно Чтобы тебе Выпали Три семерки Во время Этой фазы Модуляции Иначе Ты не прокачаешься На уровень Или несколько Выше В зависимости От того Опыта Который мы Никогда не видим Так что Вот это Та еще Зануза в заднице На самом деле А в случае Других комбинаций Прокачивается Материя Например Как это Работает У нас Выпала Цифра 2-2 Во время Фазы Модуляции Это все Должно Происходить Обязательно Например У нас Выпала 2-5-2 Это означает Что Материя Во втором Слоте Будет Прокачена На один Уровень Вверх То есть Вот эти цифры Как раз Слева и справа Обозначают Какая материя Из какого Слота Качается Слотов Всего 6 штук Если что Так что До 6 Может быть И потом Уже 3-7 Понятное дело Вот Дальше Еще Забыл Сказать Что Если Например Выпадает 3-2 То Уровень Материи Повысится Не на один Уровень А на 2 2 уровня Ну и так далее 3-3 4-4 4-3 3-4 И так далее Да Дальше Что это у нас За Полоска Которая Вон там Написано Normal И как Она работает По сути Эта полоска Влияет Как раз Таки На частоту Выпадания Удачных Комбинаций Изображений И Цифр Называется Она В оригинале Limit Gauch То есть Шкала Лимита И она Бывает Как сказать Определенного Уровня По стандарту Она На Normal Есть еще Low То есть Низкий Есть High Высокий Есть Sky High Высоко До Небес И есть Еще Heavenly То есть Вообще Райское Если Пытаться Это Переводить Плюс Еще В некоторых Сюжетных Моментах Будут Определенные Бафы Которые Увеличат Выпадение Определенного Персонажа В Крутке В рулетке Так Надеюсь Этим Тоже Все понятно Дальше Дальше Осталось Рассказать Насчет Призыва Плюс Минус Это Работает Так же Как И С Активации Спецнавыков Лимит Брейков Только Вот у нас Барабан Окрашивается Так сказать Пурпурный Цвет И Собственно Крутится Именно Изображение Различных Существ Которые Мы будем Собственно Открывать По мере Прохождения Игры И рандомно Выпадет Одна Комбинация После чего Мы ее Сможем Как видите Активировать Нажимая На левый На правый Стик Тут Как бы Все И так Понятно Довольно Ну и Собственно Вот так Работает Вот эта Система ДНВ Которая Собственно Многим Любима А многие Ненавидят Я проникся Ею Только Не знаю Какое Это было Прохождение На крайнем Стриме Пятый Шестой Не помню В общем Да Надеюсь Все понятно И теперь Мы можем Приступить К самой Игре Так Еще раз Привет всем Кто только подошел Добро пожаловать И Начинаем Так Японская Звучка Normal По дефолту Вперед Добро пожаловать Войска Войска Вутая захватили Шинра экспресс МК 93.2 В настоящее время Поезд направляется Мидгард Сектор 8 Для того Чтобы нейтрализировать Ситуацию Послан Солдат Послал солдат Оперативник Мы должны действовать В соответствии С графиком Начать миссию Через 3 2 1 Вперед Начать миссию Оперативник готов В воду Поезд был захвачен Войсками Вутая Устранить их И восстановить контроль Над поездом Нужно Понял Будь серьезнее Зак Зак Сосредоточься В этом поезде Нет Войск Шинры Понял Да и тебе тоже привет Зак 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 Солдат 2-го класса! Зак, на задании! Поезд МК-93-2 перенаправлен на станцию Сектор-1 вблизи реактора МАК-1. Перейдите ко второму этапу миссии и измените рангное наблюдение. Перейдите ко второму этапу миссии. Зак, на проводе! Делаешь успехи, Зак? Что происходит, Анджил? Почему мы сражаемся с войсками Шендры? Это замаскированные войска Бутая. А теперь... Иди на открытую площадку наверху. Сектор-8. Да. Но сначала ты должен расчистить себе путь. Расчистить путь? Ты поймешь, что я имею в виду. Будь осторожен. Значит, я могу разгуляться на полную катушку? Но будь немного благоразумным. Ну что ж, настало время шоу. Ну что ж, ребят. Вот, собственно, и новая картинка. Блин, выглядит, конечно, офигенно. Так, окей, эти туториалы стандартные не скипнем. Так, собственно, вот важное изменение ремастера. Если раньше нам нужно было выбрать в менюшке, что снизу справа, нужную атаку магии, то теперь у нас есть горячие клавиши, L1 и, собственно, квадрат, треугольник, кружок и так далее. Это будет намного удобнее, чем выбирать вручную и каждый раз то, что тебе нужно. Слава богу. А еще свободно управлять камерой. В PSP-версии нельзя, потому что у него только один стик был. Прекрасно. Неплохо. Проще простого. Я буду первый в кратчайшие сроки. Перемись по лестнице в конце платформы. Понял. Да, выглядит, конечно, все замечательно. Ассеты из ремейка взяты, скорее всего. Тут, помимо прочего, добавили озвучку в диалогах, которые не были озвучены раньше. То есть, по сути, тут все озвучено практически. Что просто замечательно. Еще освещение, конечно, шикарно. Так, ну что ж, вот и, ребят, ДНВ и туториал, как это работает. Ну, вы уже в курсе. Так, уклонение. Понятно. Так, нужно сзади заходить, напоминаю. Криты на врагов работают только если заходить сзади. Так, ну вот, собственно, список всех комбинаций и эффектов. Не во время фазовой модуляции, собственно. Непобедимость, 3-7 арки, крит и так далее. Так, где мы это знаем? Окей. Да твою же, защищается хвостом, бывает. К сожалению, атаку, вижу, до сих пор нельзя отменять. То есть, если я начал делать какую-нибудь... Использую какую-нибудь материю. Например, огня. То пока не проигрывать с анимацией, нельзя ничего делать и отменить. Так, ну, собственно, вот наша линейка. Брейкин. Вот, кстати, еще одно важное изменение. В оригинале скипать вот эти анимации нельзя. А тут можно. Иногда их приходило смотреть по сотню раз. Играется, конечно, пока что офигенно. Подставляешь свою спину врагу? Излишняя самоуверенность погубит тебя. Что все это значит? Черт, оттери. Ты не единственный герой. Это конец. Невозможно. Хм. Хм. Спасибо, Энжил. Да. Я не могу. Тренировка окончена. Что? Почему? Ты серьезно? Я только разогрелся. Зак. Прими свои мечты. Если ты хочешь быть героем, тебе нужны мечты и честь. Продолжение следует. 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 Ну, какие мысли Ну, хотя я сомневаюсь, что ты все понял, заодно про чтение, конечно Это неправда Ну, если что, ты сможешь всегда их пересмотреть Да, кстати, материи, которые ты использовал во время тренировки, ну, были отняты Мощную материю нужно заслужить Таковы правила солдат Да, да А теперь, давай поговорим о миссиях Различные услуги, которые Шинра оказывает гражданскому населению, мы называем миссиями Чтобы взять миссию, сначала нужно зарегистрировать информацию о себе На доске миссии Так, окей Как только ты зарегистрируешься, то ты сможешь посмотреть информацию о миссиях на своем телефоне Я покажу тебе, как зарегистрироваться на доске Пойдем Вот эти диалоги в оригинале не были озвучены Так, основная миссия Окей, и желтые у нас сабвенты Понятно Да Не, ну, картинка, конечно, восхитительна Ты возьмешь на себя это задание Как замена Генезиса Как только ты будешь готов Отправляйся в Утэй Астер, ну, они решили их оставить и даже озвучить в результате Так, ну, эти миссии, ребят, их тут где-то 300 штук, а то и больше Так что, да Это не обязательно Я не все Одинаково, за исключением там цепочки квестов с Юфи Теперь, когда ты официально зарегистрирован Тебе стоит попробовать выполнить миссию Да, хорошая идея Точка сохранения вон там Если ты в чем-то не до конца уверен, прочти Обучающие электронные письма, которые я тебе отправил Так, ну, окей Так, окей Нам дали спешл бонус А, это типа за при заказы игры, да, тут В материи Так, собственно, вот у нас список материй, которые мы можем поставить Шесть слотов Правда, в данный момент доступно лишь четыре И вот что хорошо, тут можно несколько сетов настроить И переключаться быстро между ними Господи, в этой игре реально сделали все удобнее И приятнее Прямо того, что Прямо этого не хватало, когда проходишь оригинал Восхитительно Так, аксессуаров нету Даркфайр Давайте возьмем Так, и все пока что Так, вот наши миссии Они, как вижу, еще Крайзискори сделали плюс-минус такой же интерфейс, как в ремейке То есть, по сути, они унифицируют все игры Эмпелляция седьмой части Так, ну, собственно, объяснение насчет шкалы лимита Которую я уже объяснял Че? Слушайте, а эти материи, какие-то они имбовые Такой дамаг Официальные читы Отличная работа Ты прошел миссию Да я мог бы справиться с завязанными глазами Как я ожидался тебе, Зак Не могу дождаться посмотреть, как ты себя проявишь В ВУТАЕ Ото, очень важное дело О, чуть не забыл тебе сказать Позволь мне объяснить Что это за капсула с припасами Контейнеры В этих контейнерах ты найдешь предметы, которые Ты можешь использовать в бою И они предоставляются компании О, значит, они предназначены для членов солдат Убедись, что они не пропадут даром Проверяй контейнеры Перед каждой Миссией Интересно, что у нас там сегодня Аксессуарчик Хорошо, похоже, ты готов Идти И последнее Позволь мне рассказать тебе о почте Ну, только что я отправил Электронные письма на твой телефон Ты также можешь получать сообщения от директора Лазарда И новости о компании по почте Тебе стоит проверять их регулярно Конечно Кто знает Может быть, ты даже Будешь получать письма от новых друзей Которых ты заведешь Да Ну смотри Не просто читай письма Которые ты будешь получать от девушек Окей? Каких девушек? Ну что ж Думаю, на этом все Похоже, тебе уже пора отправляться в путь Да ведь с Анджелом, верно? Удачи Да, спасибо тебе за всю помощь Окей Магазинчик Капировочка Аксессуарчики О, хп немного добавляет Так, ну мы зайдем сейчас в магазинчик И купим самое важное И да, no time to wait Привет-привет еще раз Хпилок много не бывает Возьму десятку Ну, пока что все Так Ну, а вот и собственно письма Это консул Теперь, когда у тебя готов почтовый аккаунт Позволь мне, своему верному и хорошему связному приятелю Дать тебе немного инсайдерской информации Почему? Потому что я такой хороший парень И я знаю, что ты со своим однобоким мышлением Не знаешь того, что знаю я Мидгар Это город, парящий в воздухе на высоте 300 метров Связанный с землей, железными дорогами и автомагистральными путями Для обеспечения города электроэнергии Мы используем в общей сложности 8 реакторов Мако Последовательно промнумерованных, начиная с северного реактора Строительство продолжается планомерно Штаб-квартира компании Шинера и Сектор 4 Последние в графике Внутренняя отделка штаб-квартиры в Секторе 4 завершена И уже введена в эксплуатацию Внешний вид планируется завершить через 2 года А окружающий город будет закончен через 7 лет Риф Туэйсти, директор по городскому планированию Отлично Так, ну что ж Сэвимся и вперед Пришло время отправиться в Утай Ты готов? Я готов Я тоже присоединюсь к вам Рассчитываю на вас Кстати, о чем ты мечтаешь? Стать первым, не так ли? Нет Стать героем А, хорошо Недостижимые мечты Самые лучшие Ну спасибо Порт Амблен находится прямо впереди Так, пойдем Отряд Бен уже стоит на готове Эй, Бутан, а ну стоять Ладно, предоставь, это мне Хорошо, дальше Успокойся Не могу В смысле, директор же наблюдает Поэтому я должен произвести хорошее впечатление Зак, ты когда-нибудь слышал про яблоки дураков? Нет, а что? Невероятно Ты действительно не знаешь? Ну, конец твоему повышению до первого Эй, подожди Что это за яблоки дураков? Так, ну враги появляются из воздуха Как в оригинале Готово Мда Я думал, может ты врагов добавить на карте Чтобы они отображались Хотя бы один Нет, оставили какие Ну, здравствуй, Грей Ну, лучше всего яблоки дураков Как раз соответствуют и оригиналу Эй, Анжил Что там с яблоками дураков? Официальное имя Банора Уайт Деревья приносят плоды в произвольное время года Из-за этого жители называют их ласково Яблоками дураков И местных И на местных фермах Их было в избытке всегда О, правда? Так ты их крал или как? Мы были бедными, Зак Хорошее оправдание Но даже тогда У меня была своя честь Самое большое белое дерево Барона Растет в поместье одного богача Ходят слухи, что эти яблоки Были самыми вкусными Но я никогда не крал с этого дерева Потому что сын этого богача был моим другом Но если он был другом То ты мог бы просто попросить несколько штук Иногда честь может быть тем еще бременем И какое отношение Что это имеет ко мне? Ни одна история не стоит того, чтобы ее слушать Что? И это все? Да ну, спасибо большое Он просто его троллят Да уж Тролль Что у нас там? Так Члены солдатов Я благодарю вас за ваш Ежедневной серный труд Как вы все хорошо знаете Большое количество наших товарищей Покинуло Компанию Сейчас в компании существует Определенное Обеспокойство Так, стоп Не потерялся Сейчас в компании существует Определенное Обеспокойство По поводу того Не приведет ли это К снижению Боеспособности солдат Атака мы также можем Воспринимать это как Воспринимать это давление Как шанс доказать Насколько мы Незаменимы для компании Доказав нашу силу Как небольшой Но элитной группы Я надеюсь, что Вы Что ты Имеется ввиду Зак Воспользуешься этой миссией Где мы положим Конец вутая Войны Звутая Чтобы приложить И надеюсь, ты будешь Прикладывать все усилия И проявлять себя Группа Б Сделает взрыв Это будет нашим сигналом Диверсия позволит нам Проникнуть внутрь Верно Я установлю бомбу Внутри крепости Ты будешь атаковать Передние врата И Побалуй себя Понял Это то, что я Делаю лучше всего Ну же, давайте Группа Б Знаешь, я никогда не видел Чтобы ты этим пользовался Тебе не кажется Это Расточительство Использование Приведет к износу Ломанию И ржавчине Это действительно Расточительство Это ведь серьезно, правда? Да Иногда я могу быть Тем еще С крягой Да, без шуток Начать миссию Так, ну, собственно Вот у нас баф На систему ДНВ Это означает, что Шанс будет больше Что выпадет Именно изображение Анджилы Только что тут Орел Насчет того, что я Только что сказал Мы сдерживаем Линию обороны Это всего лишь Один человек Приготовьтесь К его нападению Ну, здрасте, ребят Погнали Так, ну, здрасте Так, ну, здрасте Дретье Луки Так а дальше что-то рулетка не на нашей стороне ничего полезного не выпадает пока а ну окей вот это уже хорошо легко да расплюнуть не зоны гость солдат черт остановить его прайс ребят привет виктор ты внутри расплюнуть я мог бы сделать это с завязанными глазами будь на чеку я слышал что в у тайм держит монстров вокруг которые предназначены как раз для того чтобы использовать против солдатов а значит если их завалю стану первым зависит от качества работы твоя главная задача отвлечь внимание так что устроить там беспорядок привлекли внимание сделай это хорошо и ты снижешь снижаешь расположение директор лазарда постараюсь так ну что ж нападение нам нужно уничтожить определенную группу солдат вперед предупреждение в комбатном режиме твоя главная задача в комбатном режиме в комбатном режиме в комбатном режиме Вот он, взять его. Здрасте. Отлично. Привет, Билдин. Огонь! Упс. Думайте, что далеко убежите. Ого. Блин, это ловушка. Так, сзади надо заходить. Готов. Следующий. Так, что у нас тут? А, лечилка. Этот сундук как-то подозрительно стоит тут посреди дороги. Внутри ничего. Ну, вот почему. Потому что это ловушка. Жаль, что в сундуке еще записки нету. Так, лимит. Да, какой-то слишком жесткий навык. Против двух слабых солдат. Э, солдат в смысле не солдат как в Шинра, а солдат в смысле солдат. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж. Бежать. Вот он. Взять его. Э, Астр, да. Отличная идея. Будем называть их просто бойцами. Отлично. Так, что на этот раз. мы защитим нашу позицию готовьтесь огонь сдавайте еще войска пути тебе конец ребят что делаем нападаем на них в лоб или попытаемся найти другой путь это не на что особо не повлияет вроде но кто знает второе ну вот путь я слышу голоса во славу то я мы удержим оборону здесь любой ценой сэр форд там блин не падет в руки солдатам будьте на чеку солдаты грозные противники тем не менее чтобы защитить нашу родину мы должны противостоять нашим врагам несмотря ни на что даже если это означает что наши жизни будто и отступление никогда не вариант отступаем несмотря на плохие шансы отступления это лучшая стратегия точнее против плохих шансов отступления лучшей стратегии да разговор-то был это объясняет почему будто и проиграли да о халява челопа хилились хорошая работа сила противника форте сократились двое ты можешь продолжать идти центральную зону нет мы завалим всех остальных врагов верно понял что все врагов которые ты сможешь найти где-то я еще одних пропустил но непонятно где да еще одна группа должна быть где-то сундук и по ужин а вот они да твою вот теперь все и мы получили эфир грей уже все как-то хорошая работа успешно заняли форт мне просто нужно чтобы ты привык привлёк их внимание но ты впечатлил меня ты отлично справился продолжай продвигаться вперед ну грей видно тут что-то изменилось что происходит должно быть это центральная область ну здрасте кстати в отличие от оригинала вот когда крутится рулетка и выпадает какие-нибудь воспоминания нашего героя статичные на картинке они ролики они не покажутся на весь экран а потом геймплей продолжается и делается пауза тут все идет быстро все но не действительно сделали прямо то что хотелось не хватало оригинал это шпадла разум и тело действует вместе как одно целое эти можем просто скиднуть ну что ты думаешь довольно неплохо не так ли ты сосредоточился только ради того чтобы сосредоточить твои силы все еще сдерживалось да это было не совсем то же самое что и раньше тебе же нужно научиться найти правильную зону в своем сознании если ты не сможешь этого сделать то серьезно ну вот собственно воспоминания из прошлого который когда-то происходили но мы этого не видели на из выглядит я вижу сиджай ролики остались те же самые только буб более высоком разрешении я думал они сиджай ролики или запишут но окей здравствуй линк нет это синглплеер они озвучены ну да кстати да во первых избегая тренировок когда можешь вторых защищай вот а любой ценой третьих уродливые сал уродливые парни солдаты и шинры должны быть наказаны а ты еще кто я великий воин в утре тебе конец потому что те ты встретишься со мной лицом к лицу ребенок это зона небезопасно для тебя иди домой сейчас это ты пойдешь домой если хочешь пройти дальше тебе придется пройти через меня о боже что же мне сделал и что же мне делать то знаете плохой парень ой нет ай больно все ты победила меня это еще раз научить тебя не связываться с вутаем я спасла вута еще раз боже ты мой энергичная девочка а теперь возвращаемся к работе да в оригинале тут просто было окошко с текстом и все озвучки не было тут немного обновили эту сценку клево отлично получилось так ладно давайте сделаем маленький перерыв и пойдем дальше а хотя нет давайте эпизод закончим все таки конце эпизода и сейва внезапно и мило салаба это лоли юфи тут она еще маленькая очень маленькая теперь еще есть смешнее но анимация кстати такая же что в оригинале по моему вы должно быть монстры против солдат да а некоторые монстры используют способности в бою и собственно когда появляется эта полоска если успеть ее сбить то мы сможем отменить собственно использование обилки что-то я не помню такой фишки в оригинале но смысле чтобы была полоска над врагом есть а нет блин у вас до сих пор прекрасен и и и и и и и твое ю Чуть-чуть Просто чуть-чуть Хватило Почему не падает сейчас бонус На нулевую стоимость Навыков по мане Сраные рулеты Есть Ну вот, прямо как по заказу Солдат второго класса, Зак Снова с победой Хорошая работа А теперь вали оттуда У тебя только 5 минут Понял? Начальник Лазард, вы наблюдаете? Надо двигаться Нет времени на игры Да Но это не хорошо. теперь за тобой еще один должок ты потерял свое сосредоточение сосредоточенность да а и мне жаль если твой меч износится или сломается или зажавеет из-за меня ты намного важнее моего меча но только немного спасибо здесь простите нахождение на месте довольно утомительно вам не обязательно было приходить лично эта операция положит конец войне я хотел все увидеть своими глазами до самого конца солдат второго класса зак вы предложили немало усилий в форте там я видел это своими собственными глазами честно говоря моя оценка такова вы отвлекли врага и успешно поддержали анджила для второго это было просто образцовая работа заката секунду на чинай вала знаешь разницу между первыми и вторыми от айрар это не мог у это катяк на мотом и роли выходить за грани ожидаемого такого солдат первого класса помни это окей мы запомнили это позже сифирот герой я встречу героя оба эмоции сифирота дали нам баф собственно к сифироту в рулевке вот он козак иди Зак, отведи начальника в безопасное место Свяжитесь с Сифиротом Зак, справишься с этим сам? За мной, начальник Начальник Лазард, слава богу Зак, я дальше сам разберусь Иди помоги Анджелу Хорошо, я пошел Так Ну, я готов Погнали Анджелу 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 Что? Эти парни, его из кого-то Самон? Кто его призвал? О, да Да Да, будет веселье Так, криты Отлично Не, ну криты, конечно, вовремя О, халявная магия Давай, давай, давай Блин Слишком медленно Дальше да остались и джей ролики его оригинале можно еще криты не обязательно заходить сзади нет о халявная мана лично но и три семерки вовремя суке святые генезис пропавшие солдат первого класса они все одинаковы копия генезиса копия человеческая копия где энджил я думал что он дрался где-то здесь значит он тоже ушел что подожди что значит все это это значит что энджил предал нас этого не может быть я знаю что за парень энджил и он никогда бы этого не сделал энджил не предаст нас никогда отлично вот теперь можно сделать небольшой перерыв и продолжение следует вот вот